Сегодня 11 казачьих обществ Ямала совместно с представителями городских и окружных властей подвели итоги работы за 2018 год в округе. В формате видеоконференц-связи Лабытнанская рабочая группа ознакомилась с работой своих товарищей в других муниципалитетах округа. Также были обсуждены планы работы на 2019 год. Один из основных вопросов – организация казачьих кадетских классов, патриотическое воспитание и вовлечение молодых ребят в казачье движение. Тимур Чешков продолжит. 2018 год для лабытнанских казаков был плодотворным. Самый яркий пример их деятельности – обеспечение общественной безопасности совместно с правоохранительными органами. Много внимания община уделяет вере. Казаки принимают участие в каждом большом православном празднике. На артбульваре они угощали всех чаем из самовара, бубликами и теплыми разговорами. А самые умелые из них демонстрировали владение шашкой. Сегодня казачье общество всего Ямала подвели итоги работы за 2018 год и делились опытом. Дорогие коллеги, я хочу предложить рабочей группе вопрос о своемодействии в мероприятиях и обеспечении экологической безопасности в составе Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Так наши лабытнанские казаки решили перенять опыт в природно-охранных мероприятиях у своих братьев из Нового Уренгоя. Мужчины уже следующим летом планируют патрулировать зоны отдыха граждан и предотвращать организацию стихийных свалок. В числе основных задач на 2019 год – патриотическое воспитание молодежи. Для решения этого вопроса казаки предложили учредить специальный кадетский класс. Пока этот проект еще в разработке. Запланировано на введение открытия казачьего класса. Но это вносит большие сложности. Это изменение устава школы, где должен быть записан кадетский класс казачьей направленностью. Финансовые вопросы возникают. Это уже для учеников продленный день. Питание, офицер-наставник, форма. Решается, занимаемся. Мы отталкиваемся от других муниципальных образований, где уже созданы кадетские классы казачьей направленностью, чтобы не делать нам ошибок, которые уже люди прошли. Есть новшества и для самих казаков. В скором времени каждый из них получит специальное удостоверение, в котором будут указываться его личные данные и казачье войско, к которому он относится. Тимур Чешков, Дмитрий Сверид, программа «Время местное». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!